Добрый день, уважаемые любители футбола! Это Краснодар. Футбольное поле малой арены Академии одноименного футбольного клуба. И здесь остается несколько минут до начала матча юношеской футбольной лиги 2. Нападающий ты бомбардир, ты тот человек, который забивает. Но более уверенная гостевая Виктория в поединке с подмосковным мастер Сатурном. 3-1. А вот здесь может быть момент, и как своевременно Вадим Другов выбросился. Ну, офсайт. Офсайт был все равно у Звонарева. Арбитр чуть с опозданием зафиксировал. Здесь хороший перехват мог быть, и он случился. Какая красивая игра. Да, в касание. И вот уже удар поворотом, и сейв Другова. Да, краснодарцы 3-4 минуты провели в обороне, а затем выдали стремительную атаку. Просто расчертили ее по всему. Практически. Кроме удара Арсения Попушова, и, наверное, вспомнить-то нечего. Ну вот хороший удар. Данила Ладоха хорошо справляется с ним. Да, дальней рукой по всем канонам братарского искусства. Ответная атака 4 в 3. Нужна хорошая передача. Она есть. Попушовой может бить. Удар. А удар не получается. Подскочил мяч в самый последний момент. Было видно перед Арсением, и уже скорости не хватало. Климу молодец. Не выключился из игры. Вернул мяч своей команде. Захаров. Подача. Удар головой. И мяч ложится на сетку сверху. А что показывает арбитр? Было в сайт? Вроде бы нет. Артем Корнеев бьет в ближний угол на месте Ладоха. Хотя было ощущение, что мяч в створ не шел. Но голкиперы обычно предупреждение. А у нас подача. Выбивается мяч из штрафной. Зачем-то его туда игрок железнодорожников возвращает. И... А это был самый, наверное, явный шанс. Мосин оказался на острие атаки. Центральный защитник, пришедший в... Только сейчас дает свисток и отправляет команды отдыхать. И тут же они отвечают уже своей атакой. Здесь вдвоем футболисты Локомотива идут и бьет поворотом. Артем Корнеев мяч проходит рядом со штангой. За Артем Корнеев нередко и в центр нападения выходит. И можно сказать, что сейчас будет такой сдвоенный центр. У Краснодара какой удар сильный, но неточный. Но я уверен, что Авагумян тоже будет в центр смещаться. Удар Мацолы. Но прямо в ту точку, где голкипер находился. Снова Мацола первый на мяче. Удар издали. Ладоха, пусть и не с первого предъявления, но забирает мяч в руки. Неприятно. Друг обороны. Локомотива был. Но недалеко мяч вынезенный штрафной. Будет удар. Падение. И арбитр снова никак на него не реагирует. Будем тоже ждать повтора и в этом эпизоде. Продолжает свою атаку. Локомотив. Будет удар поворотом. Из-под защитника пробился. Высоченная подача. Мяч вывезет к центру. Возврат в штрафную Краснодара. И гол. Это гол. Это тот самый момент, о котором мы говорили. И его реализуют железнодорожники. Ну и, конечно, кто же еще, как не Артем Корнеев. По-моему, его поздравляют. Казалось, все. Отыгран был момент уже. И опасность миновала. Штрафную площадь Краснодара. Но мяч был туда доставлен. Дальше. Небольшая несогласованность в обороне. Прострел вдоль ворота. И удар уже. Забьют. Есть такое правило в футболе. Попушой. Мацола. Выход 1-1. Удар. Боу! И сбивает Богдан Мацола, который пошел в атаку. Пошел на место центр форварда. Подкараулил ошибку. Защитников своих коллег. Помпуа из локомотива. И спасает для Краснодара этот матч. Богдан Мацола. А я же говорил, что будет этот момент единственный, который его надо будет просто реализовать. Ну и браво Богдан, что сделал это. На 89-й или даже 90-й минуте центральный защитник, который на этой команде, безусловно. Пугачевский. Бьет Пугачевский. Как же здорово обводил он голкипера. И вот он шанс. Нет, минуту не дал. Дал 13 секунд, которые ничего не изменили. 1-1. Ну что ж, в целом ничья закономерна. Как считаешь, Максим, по игре? Да, у команд не было прям очень много таких моментов. Вот два момента явных прям. И они реализованы.